Когда-то, ну не так давно, в 2015 году, премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, 21 июня будет международный день йоги. Вот просто так, проснулся и решил, настроение было хорошее. Практически, эта дата связана с активностью солнца, имеет определенное значение для многих народов, известна как день летнего солнцестояния. Вот, вот видишь. И с нами сегодня отмечает этот день Ирина Марина, йога-терапевт. Доброе утро, Ирина. Доброе утро. Действительно, день йоги выбран по этому принципу и сегодня какие-то особенные солнечные лучи. Я думаю, в природе особые какие-то волны сегодня, а так как йога близка к природе, я думаю, не зря выбрана. С праздником вас, кстати. Да, поздравляю. И вас тоже, если вы причастны к йоге или собираетесь быть причастны? Я была два раза на йоге. Я в детстве в лагере пионерском... По шишкам ходил? Нет, нет, нет. У нас вожата научила делать вот так, ну, ноги скрещивать, в позе лопеса сидеть, да. Это поза йогов или это придумано? Это поза йогов, но нашим людям нельзя всем заворачиваться в лотос. Потому что можно колени сломать, нам нужно аккуратно ее разлучивать. А вы умеете? Да. Ну, у детей же у них гибкие, да. Ну, у детей же у них растяжка, да. И в лотос, и в букву зиму. Мы все буквально так, раз-раз. Расскажите, вы каждый день занимаетесь йогой? Как давно вы это начали и почему именно йогу выбрали? Ага. Между прочим, кстати, сразу скажу, Ирина потомственный йога-терапевт. Еще мама у нее йога-терапевт, и теперь еще и сын. Йогой я начала заниматься давно, 20 лет назад. У меня заболела спина, и я решила что-то сделать с этим. Не идти к врачу, а что-то другое сделать. Нашла книжку по йога-терапии в библиотеке своего мужа, где очень подробно было написано, что нужно делать. Сделала. Стала заниматься, спина перестала болеть. И я продолжила заниматься. Потом начала потихоньку вести йогу на ретритах моей мамы вначале. Так изредка потом. По приезду в Россию мы приехали сюда в 2006 году. А вы откуда? Я стала из Казахстана. Стала вести здесь йогу. И как-то стало получаться, пошло, и теперь это йога моя основная деятельность. Здорово. Вот так вот из-за каких-то недугов человек полностью поменял свой жизненный путь. Но это часто является причиной, на самом деле. Ну, кроме того, что можно вылечить спину, например, да? Кстати, спина прошла, все в порядке? Да, конечно. Чем просто вот занятия йоги в спортзале занимаются, отличаются именно от йога-терапии? Это принципиально именно в практике? Это разные позы, разные подходы? Ну, позы, наверное, не разные. Подходы, да, разные. Потому что в зал идут много людей. Все идут со своими какими-то проблемами со здоровьем. Как бы изначально йога не для больных людей была, а просто как бы, чтобы стать лучше, там, качество жизни улучшить. А приходят люди разные, с разными болезнями. Чем больше болезней, тем больше будет противопоказаний. Чем больше надо как бы выбирать какие-то практики, какие можно, какие нельзя. Поэтому в зал идут люди относительно здоровые, им хорошо вот прийти, позаниматься, там, поднять энергию, улучшить растяжку, расслабить голову. А если есть уже какие-то заболевания, и как бы в зал вы чувствуете, что вам не помогает, что-то домород даже может быть хуже становится, надо уже обращаться к йога-терапевту. Это даже так немножко относится к медицине, да? Это оздоровительная программа, то есть это с помощью йоги ты управляешь здоровьем. В принципе, йога, это очень такая изученная область йоги, йога-терапии, когда с помощью йоги можно улучшить состояние здоровья. Практически при любых заболеваниях. При любых, вот я и хотел спросить. Да, при любых. Но это знает, эти знания меня ждет только йога-терапевт. Да, потому что, ну, как бы инструктор йоги, он только знает, как вот заниматься. Как прокачать свое тело. Да, прокачать тело, там где-то расслабиться. А йога-терапевт уже научен, он знает какую-то анатомию, физиологию в необходимых, в общем-то, параметрах для йога-терапии. Знает о болезнях, знает, как помочь при каком заболевании, какие практики можно, какие нельзя. А физическую форму поддержать, это помогает? Ну, конечно. Прежде всего, да, вот йога. Многие говорят, что это даже лучше, чем тренажеры. Работает с физическим телом, потому что она, как бы, так как комплексно работает, она дает силу, гибкость, силу гибкость, вот просто там закачались, так деревянную, выносливость, в общем-то. И, как бы, это бережная такая физическая нагрузка, как бы, менее травмоопасно, но это заниматься тоже правильно, слушать себя во время занятий. Ну, то есть, это такие мышцы не для красоты, а мышцы, которые действительно работают, которые действительно наполнены силой, правильно понимаю? Да, они достаточно могут быть силой. Там и красота появится, я думаю. Красота появится, появится после рекламы. Давайте вернемся и будем продолжать обсуждать. Мы продолжаем отвечать. Международный день йоги вместе с йогатерапевтом Ириной Мариной у нас в студии. Еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. И мы хотели перейти от практики, чуть-чуть теорию затронуть. Наверняка есть какие-то теоретические учения по йоге и какие-то самые главные цели, какие-то точки важные, которых пытаются достигнуть каждый человек, который занимается йогой. Что самое важное в йоге, ее какая-то главная цель? Самое важное в йоге, но обычно люди видят йогу, это какие-то позы замысловатые, картинка. И думают, что это в принципе йога, чем больше завернешься, тем лучше. Ну и на гвоздях, чтобы потом полежать, пройтись по стеклу. На самом деле, конечная такая цель дальняя, куда идут йоги, это внутреннее состояние. То есть главное в этих позах внутреннее состояние. То есть состояние спокойствия, умение расслабиться в любой позе, на любых гвоздях, а потом умение расслабиться в жизни. Быть в гармонии с самим собой, с окружающим миром. Да, да. Вот. И действительно, как-то вам вот эта йога-практика помогла, помогает в повседневности. Вы действительно можете вот так вот раз и контролировать себя, и как-то погрузиться в себя в любой момент вашей жизни? Да, конечно, могу погрузиться, расслабиться там, где можно расслабиться, где не нужно напрягаться. То есть контролировать свое психоэмоциональное состояние может человек, занимающийся, практикующий йогой, йогу. Человек, который давно занимается йогой, никогда не станет ни на кого кричать, да? Ну, кричать-то он станет, но он может остановиться, когда захочет в любой момент. Он не совсем, конечно, безэмоциональный, но он может это контролировать. Слушай, я йога, я сейчас с тобой такое сделаю. Если только так, пожалуй, то да. А какие виды йоги бывают, чем они различаются и кому какая йога лучше подходит? Ну, в основном в залах распространена йога, в йогах-студиях, фитнес-студиях, есть уроки йоги, которые имеют разные названия. Спортивная йога? Ну, это такое-то йога. В основном это называется всеобщим одним словом хатха-йога. Вот, хатха, я слышала это слово. Да, которое начинает, как бы, основное в этой йоге это работа с телом, с дыханием. В общем, через тело идем глубже, так как в йоге подразумевается, что есть не только физическое тело, но и тонкие тела. Потихонечку мы идем вглубь, начинаем с физического. Кто-то приходит и работает только с физическим, как-то его устраивает. Кому интересно, тот идет глубже, изучает йогу глубже. Но в любом случае, ну, как бы, мы уже, внутреннее состояние, вот это вот спокойствие, даже при работе с физической йогой тоже, йога тоже важная. И хатха, это значит усилие и расслабление, то есть в йоге должно быть и усилие, и расслабление. Если в йоге только сплошное усилие, ну, как бы, просто гимнастика. Например, мышцы расслабил мышцы, да, вот это вот. Да, то есть заканчивается занятием, не то, чтобы ты вспотел и потерял всю энергию, а наоборот, в конце занятия у тебя должна быть энергия. Получил энергию, расслабился, умиротворился, стал спокойным. То есть, когда ты ходишь в зал на фитнес, ты ходишь выбросить адреналин. А когда ходишь в зал на йогу, ты идешь накопить энергию. Это очень важно. Какая еще бывает йога, кроме хатхи? Вот то, что вы говорили о более тонких материях. Да, о более тонких материях. Ну, вот это хатха-йога. Хатха-йога, это часть такой восьмиступенчатой йоги, это уже более глубоко, когда мы там и мысли свои выстраиваем правильно, как взаимодействовать с миром. Потом дальше идет уже концентрация, медитация. Ну, концентрация есть и в хатхи-йоге. В общем, вот это вот такая более глубокая йога. Есть еще йога, которые не работают вообще с телом, а, например, читают священные тексты. Например, кришнаиты ходят, они тоже йоги. У них другой путь, как бы, йоги. Вот просто через чтение священных текстов, в общем, изучение вот этого всего. И при этом не нужно сидеть в какой-то позе? Ну, у них, как бы, нет физической составляющей настолько знаний. Они вот идут другим путем. Они как бы туда же, но другим путем. Есть там другие виды йоги там. Вот интересно, туда же, когда все приходят к одной точке, есть ли различия между теми, кто пришел через тело и теми, кто пришел через чтение? Говорят, что за одну жизнь туда не придешь. Да? Аааа. Можно непонятно. Так никто не ответит мне на этот вопрос. Понятно. Если мы с вами сейчас представим немножечко себя на занятии по йоге, то какие-то самые простые позы для начинающих, может, вы сможете перечислить их и объяснить словами, как они выглядят. Может, кто-то попробует дома, поймет, что у меня это получается и пойдет в зал. Да. Или можно ли в домашних условиях делать самому? Вот мы с Сашей знаем собаку мордой вниз. Собака мордой вниз, да. Я приготовила на самом деле совсем другую позу, самую сложную. Давайте попробуем собаку мордой вниз. О, самую сложную. Подождите, подождите. Хорошо, давайте. Самая сложная. На самом деле она выглядит вообще, как будто ты ничего не делаешь. Это поза шавасана. Поза мертвого тела переводится. В том смысле, что она такая же неподвижная. Нужно лечь, прийти куда-то домой, где-то уединиться, лечь на ровную поверхность. На спину? Да, на спину. Но если на спине бывает неудобно, болит от этого спина, подложить под колени валик, например, чтобы спине не было больно, чтобы нигде не было больно. Отодвинуть немножко от тела руки, ноги друг от друга. В общем, так раскрыться слегка. Проверить, чтобы голова не была запрокинута. В общем, удобно. Лежишь, закрываешь глаза, кладешь какую-то повязочку на глаза, чтобы свет не попадал. И просто созерцаешь, наблюдаешь свое тело, чувствуешь его, вот чувствуешь свою внешнюю часть тела, внутреннюю, наблюдаешь, расслабляешь. Потом расслабился, а потом начинаешь проходиться по телу. Более так высвечивать фонариком медленно, более подробно отдельные участки. Находишь там еще кучу напряжения, которое мы как бы не замечаем в обычной жизни. То есть, вот такое расслабление, это просто прекрасная даже йога терапевтическая процедура, которая поможет избавиться от беспокойства. Избавиться от тревог, может быть понизить давление даже. Может перестать что-то болеть, то, что болело от напряженных мышц, голова, еще какие-то части тела. То есть, это вообще поза, такая кладезь, которая очень простая и в то же время очень красивая. Я вспоминаю Гурченко в фильме «Любовь и голови». Этот лечебный сон вообще такая... Действительно, оказывается, что самое трудное, да, оно в самом простом. Просто отодвинуть друг от друга части тела и попытаться каждое прочувствовать. Главное, что там нельзя спать. Нужно при этом не спать и еще ничего не делать. То, что мы не привыкли, мы привыкли с ними что-то делать. Насколько популярно направление йоги в Новосибирской области? Вот до того, как вы стали этим заниматься, насколько вы часто встречались с людьми, которые занимались йогой? И на сегодняшний день много? Насколько это популярно? Очень популярно, потому что йога завоевывает мир. Наверное, она идет с запада, потом она пришла в центр нашей страны и теперь уже докатилась до Сибири. И тут уже просто разветвляется очень много студий, инструкторов. Очень много желающих стало доверять йоге и идти на йогу. И в то же время очень можно запутаться, потому что тоже инструктора разные. Кто-то опытный, кто-то неопытный, кто-то чувствует людей, не чувствует. Приезжают к нам какие-то гуру давать мастер-классы? Да, приезжают из центра и даже из Индии. Хотя у нас много и своих сейчас хороших специалистов, и из Индии тоже приезжают к гуру. Вот мой сын учился у индийского йога-терапевта Саджи, и я училась у нашего. В общем, для тех, кто хочет стать мастером по йоге в Новосибирске, это возможно? Да, приезжают и учить йоги, йога-терапии, и какие-то классы дают там, не знаю, всякие. У нас очень много йоги всякой. Спасибо большое. Ирина Марина была у нас в студии, йога-терапевт. Но это еще не все. Ирина, спасибо большое, но с вас коротенькая забавная история из жизни, так уж у нас заведено. Моя история будет немного связана, не немного, а связана с йогой. Я называю себя учитель йоги, йога-тичер называю себя иногда. У меня есть младший сын, который тоже слышит, в курсе, кем я работаю. Однажды я дома сижу, мне позвонили по телефону, я рассказываю про йогу, какие у меня занятия, даю какие-то рекомендации. Очень долго говорила, устала, положила трубку, слышу из соседней комнаты. Ну что, делишься умом йога-читер? Я такая думаю, ну ладно. Посмеялась, в общем, сын так понял мою профессию. Для тех, кто не знает, читер и титер это совсем разные вещи. Это как какой-то уже мухлеж такой, да. Спасибо, Вина, и еще раз праздник на вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.